всем огромный привет поговорим сегодня о влоге канала новый день ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал и пересоединяйтесь к телеграм-чату ссылка в описании оксана начинает вещать из дома дома да ладно почему не из машины мы уже привыкли к тому что она из машины начинает всем говорить добрый 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 день и так далее нет смотрите начала все-таки влог из квартиры ну наверное все-таки слушает обзоры и делает соответствующие выводы а хотя возможно просто так у него получилось случайно говорит приехала с работы по дороге заехала еще на рынок и говорит сейчас покажет что она купила ну да контента нет поэтому приходится как-то выкручиваться ну что ж посмотрим что оксана купила купила оксана кроме всего прочего еще и молоко но не для себя а для кота ну или для кошака как оксана выражается я такое не слышал еще кошак видимо да в единственном числе во множество наверное кошаки не знаю странное какое-то такое слово для кота возможно да кот кота коту у них кошак кошака кошаку ну оксану конечно не понять где она набирается этого всего одна она знает и вот на это молоко у нее еще есть свои планы кроме того как кота накормить этим молоком напоить оксана еще и голубику которую она купила с молоком как-то вот собирается приготовить ну не знаю наверно что-то вроде смузи она хочет приготовить или что это будет непонятно а еще что меня очень удивило так это то что огурец она собирается с лимоном порезать и настоять это дело и пить да говорит это для омоложения насколько я знаю если добавить еще мяту и имбирь то получается самое что ни на есть натуральная вода саси это самое вода саси не столько молодиться помогает сколько похудеть я так думаю что оксана нам чего-то не договаривает она верно хочет похудеть и втихаря добавить туда имбирь и листики свежей мяты и будет пить и худеть но опять же возможно оксана только говорить на об этом и ничего она делать не собирается еще на голубику у нее есть такие грандиозные планы голубику она хочет добавить в молоко ну как мы уже говорили а также и в творог говорит поест она творог со сметаной и с голубикой ну не знаю наверное это вкусно но опять же на вкус и цвет товарищей и нет удивила меня такая своеобразная дружба между кристиной и оксаной оксана рассказала что с кристиной они дружат с пятого класса как раз то момента когда кристина пришла к ним класс к ним школу и потом говорит их дружба на несколько лет прекратилась а потом снова возобновилась и вот они с 2017 года дружат ну а так можно да интересно как-то у детей такое бывает бывает такое что вот они дружат целое лето вот когда они на каникулах да а потом разъезжаются по своим городам например да там в деревне у бабушки встретились соседи и дружат потом разъезжаются потом как школа начинается но и так далее да потом снова лето снова встречаются и снова целое лето дружат и снова потом разъезжаются он такая же история у оксаны получается только надо учитывать то что то дети а это довольно таки взрослые состоявшиеся личности крайне предполагается что они уже состоявшиеся личности и хотя зная оксану на я не была конечно столь уверена и вот они снова дружат я так понимаю за это время многое изменилось в жизни пока они не видели за жизни кристины но и жизнь оксана я думаю тоже многое изменилось и конечно с одной стороны хорошо что они нашли все еще оставшиеся точки соприкосновения и продолжили дружбу эту но с другой стороны надо ли для чего вот этого мне не понять для чего такая вот странная какая-то дружба и вот кристина собирается в египет и говорит вместе с дочкой туда она поедет на 12 дней какой-то отель и поснимает для нас нам одолжение сделать там зрителя канала оксаны сделать одолжение поснимает египет в частности отель и пирамиды ну что ж ждем отель и египетские пирамиды ведь кристина так будет стараться для оксаны ну а оксана понятное дело для нас старается ни в коем случае не для себя нет нет что вы что вы все для любимого зрителя ага говорит оксана том что вот сейчас дождь закончится они пойдут гулять с мамой почему лена никогда не пойдет гулять с мамой просто интересно мама гуляет только с оксаной вот на потом говорит оксана в планах поехать на дачу и чесноком заниматься ну вот то что не поехали на дачу оксана показала а то как они гуляли с мамой оксана не показала странно может быть не гуляли все таки а где лена почему лена даже уже готовую даже уже выкопанный собранный чеснок не придет и не поможет перебрать элементарная хотя бы зала да вот как любит на все готовенькое прийти нет лены и тут нет почему-то рядом однако насколько я поняла оксану делить будут на три части маме лени и оксане и не удивлюсь если даже не порвала олени большую часть мама выделить я вообще этому не удивлюсь хотя лена палец не ударила она вообще не приложила никаких усилий для того чтобы этот чеснок вырос она его не сажала на за ним не ухаживала она его не пропалывала ну и так далее да ничего не делала но однако почему-то с ней все делится урожаем странно это все и как у нее совести хватает взять хотя бы какую-то часть от этого урожая знаю что максана пахивает ну и мама периодически смородина оксана пошла собирать говорит вот не знаю как быть куда ее собирать в рот или ведерко ну да оксана в рот собирай в рот вот как дитё маленькое да так с детками маленькими шутят когда хотят чтобы ребенок хоть что-то поел хоть какие-то там ягодки поел с куста да более-менее натуральные говорят собирай себе в рот как-то так да то съешь хотя бы сейчас поешь но а оксана все еще маленький ребенок видимо наверное поэтому она восприняла идею возобновление дружбы с кристиной на ура ну и кристина видимо тоже не особо взрослая раз она пошла на этот шаг лягушку увидела и говорит ой вспомнила стихотворение и подушка как лягушка а дальше оксана дальше это не называется ты вспомнила ты просто знаешь что есть такие строки о каком стихотворении автора этого стихотворение ты не знаешь и подушка как лягушка ускакала от меня произведение называется мой дадыр но я так подумала да наверное все таки оксане кто-то читал мой дадыра и худо-бедно но с творчеством чуковского оксана знакома ну или возможно у чудо оксана сама читала мой дадыра путешествие не льса с дикими гульцами оксана читала как она нам сказала да ну и мы дадыра да молодец оксана подошла к своим орхидеям говорит вроде бы отлимались у одной орхидеи как-то вот листья стали желтей горит ничего мало творится но зато цвести и радовать орхидеи будут оксану и нас зрителей все зиму особенно нас не так это все нравится для вас зрители я снимаю вас будут радовать цветы мы с вами поедем на дачу ну и так далее и тому подобное ну вот что это значит для нас она снимает на снимаю только для себя для своей личной материальной выгоды больше ни для чего ни для кого не снимает только для себя любимый но она никогда в этом не признается мне кажется даже самой себе она в этом не признается ей все хочется чтобы они говорили чтобы ее все знали она хочет какой-то вот такой вот известности может быть отсюда ноги растут кто же вы знает может быть именно поэтому такие фразы мы с вами поедем вы должны быть счастливы что я вас беру с собой на дачу например ну или в магазин куда-нибудь да может быть и вот оксана уже на даче и говорит мол если полдня мы не были на даче то уже заскучали вот почему то я в это не поверю ну вот нисколечко я в это не поверю как же вы зимой переживаете ведь зимой вы вообще на даче не появляетесь правда ведь правда ведь ну наверное очень скучаете вы зимой ну наверное да прям скучаете целыми днями оладушки с кабачков говорит оксана приготовила почему не из кабачков нет с кабачков вот говорит юру мол будет чем накормить ну правильно да почему бы и нет и уже гуляет она с юрой и говорит вот в отпуск платье себе выбрал наконец-то но юра я вполне резонно замечает говорит а куда тебе столько платьев вот куда куда ты их деваешь оксана говорит но я уже и твой шифоньер стала занимать и свой шифоньер у меня уже забит до отказа ну вот как в том анекдоте вещей много а носить нечего ходит-то ведь она в одном и том же уже смотрю юра так вот как-то начинает свое недовольство выражать обилием вещей но оксана как будто бы этого не видит не замечает и пропускает мимо ушей но оксана успокоила юру мол лена сделала разбор шкафа теперь мол и мне говорит оксана надо значит надо ее кто-то заставляет это делать или надо обязательно обезьянничать вслед за лен лена сделала оксане срочно надо ну что это такое у нее вообще никаких своих идей нет может быть после того как оксана свои шифоньеры пересмотрит свои вещи пересмотрит возможно часть вещей выбросит подарит продаст что-нибудь сделать для расхламления гуляют они гуляют и вдруг узнали что тут где-то рядом раздают бесплатный чай и до восьми часов раздача хотел сказать слонов нет бесплатного чая и вот юра за две минуты до восьми часов успел подлежать к этой стойке и все-таки с боем но достал себе чашку бесплатного чая это вообще как понять он бы умер если бы он не попил бы сейчас чая этот бесплатный или что произошло бы если бы он заплатил за этот чай ну не конкретно за этот а в принципе зашел бы в и купил бы себе чай какой-нибудь да понятно дело не только чай но и сел и поел бы плюс ко всему еще и чай заказал бы но нет надо бежать тут же бесплатно хотел юра пить не хотел юра пить если бесплатно значит юра срочно уже это хочет и бежит туда со всех ног кошмар удивительная жадность конечно поразительная увидела оксана слизня и говорит ой это сплетни потом говорит нет это слепни оксана это слизень и больше никто но оксана для того чтобы не заморачиваться с названием слизень сана просто стала его называть страшной улиткой правильно оксана молодец видимо все таки оксана не знает кто с собой всегда домик носит не знает оксана как выглядит улитка или улитка для нее не страшная слизень очень страшный улитка которая потеряла домик оксана еще наверное так сказала бы ну да в принципе все по-честному все по-детски все как оксана умеет а еще слабый улитка которая уползла из своего домика почему бы и нет ой самолеты не дают оксане покоя и летают над ней и летают и летают и летают и летают как оксана заявляет один за одним один за одним целый день летают что значит один за одним это снова кота детское выражение один за другим значит один за одним ну да это оксана хочет она еще и спить воды родниковой вслед за юрой подошли как раз к роднику юра попил водичку даже умылся этой водичкой оксане тоже понятно дело вот ну а потом в пятерочку как вы думаете зачем в оксане вдруг проснулась такая вот необъяснимая любовь кошкам у нас великий филинолог вдруг почему потому как она мало того что кошака как она выражается собирается поить молоком да так она еще собирается корм ему купить в пятерочку то есть она специально войдет в пятерочку с тем чтобы купить корм коту и мол дойдет до такого по словам оксана что если вдруг этот самый кот не будет пить молоко то придется коту подняться прям вот на тот этаж где живет юра с оксаной и там оксана ему предложат этот самый корм да с чего бы вдруг такая любовь к кошкам проснулась очень интересно обычно девочки девочки не замечали котов которые у них в городе ходят да по улицам только турецкие кошечки всегда для них были в приоритете а тут ты посмотри а такая дикая любовь к своим родным кошкам зеленоградским проснулась все это неспроста но по крайней мере я считаю именно так а как считаете вы пишите в комментариях на этом буду заканчивать свой обзор всем огромное спасибо кто досмотрел до конца всем пока